всем привет сегодня хочу поговорить с вами о таком растении как пеларгония о ее формировке и как сделать так чтобы выглядел ваш кустик пеларгонии очень привлекательно пеларгония она может вытягиваться если за ней не следить и вовремя не сделать ей форму она может расти в один стебель смотрите стебель постепенно оголяется и на конце будет несколько листочков как здесь и цветоносик цвести она будет в любом случае даже с оголенным стеблем или не с оголенным это не играет роли она цвести будет это пеларгония замечательное растение которое цветет и радует нас постоянно зимой и летом правда зимой когда немного мало солнца и она вытягивается еще больше истончаются сейчас стволик плотненький зимой он такой тоненький хиленький желтые листочки но есть такие же сорта вот уже новые вывели которые сами себя формируют они постоянно выпускают новые из пазух пускают новые листочки на концах цветут и очень много образуют от росточка можно взять не где так огромное количество они вот чуть-чуть отрос черенок и вон почки начинают сами просыпаться сейчас вам покажу видите нижние почки просыпаются и также отрастать начинают и догоняют эти росточки это новые сорта выведенные это сорт у меня вести с розы буд я собрала коллекцию розы будочек посмотрите какие они красивые прекрасные я их очень люблю сейчас сделаю четкость что-то не могу сделать и хочу вам показать на нескольких экземплярах как привести вот такое вот растение невзрачное состояние вот такого красивого пушистого красиво цветущая это еще не зацвело растение так как я с него взяла очень много черенков но я вам покажу те растений который уже вот красиво и а растение вот это растение вот посмотрите на это растение с формировкой ему подвинуть из этого растения я брала очень много черенков и она у меня правильно сформировалась смотрите я его вырастила в таблеточки торфяной стаканчик затем как я формировала это свое красивое растение до такого состояния его довести было но долгий срок конечно но ничего смотрите после того как она пустилась в рост она у меня росло росло ну конечно мягкий такой стволик был вот такой зелененький и выпустила 5 листочков я оставила первые три листочка 4 5 срезала и она пустила у меня две веточки затем спасенков она это растение пустила еще веточки я их тоже не дала им сильно расти прищипнула и здесь пошло разветвление и также на этом стволике видите пошло разветвление после того как вы делаете прищипку появляется не одна веточка а 2 или даже 3 смотря в каком месте и и вот таким образом каждый раз нужно прищипывать после того как она отрастет от растения вот смотрите цветонос пустила я этот цветонос оборву вот эту детку сниму так оборву и из этих почек проснутся новые почки и будет еще в разные стороны ответвление и это называется формировка растения сейчас я вам покажу формировку растения пеларгония на другом экземпляр чеки которым вот один стволик а я хочу сделать с этого одного стволика очень красивый пышный кустик как это сделать сейчас я вам покажу для начала берем секатор желательно его обработать спиртовыми салфеточками чем-то спиртовыми или перекиси водорода обработать чтобы обеззаразить лезвие я одной рукой обрабатывать не смогу я обработаю это за кадром и после того как мы обработали секатор приступаем к самому главному берем наше прекраснейшее цветущее растение и смотрим где у него почки вот посмотрите пожалуйста вот проснувшиеся почки 1 2 и вот надо этой почкой я полностью все обрезаю все и вот такой маленький пенечек у меня остался вы не думайте это растение никак не пропадет эти почки очень быстро пойдут в рост и будет зелененький красивый кустик сегодня я поливать не буду хотя земля очень плотная уже стала у меня растение находится на улице я его поливать не буду а этот черенок этот черенок что с ним будем делать конечно же его посадим как можно такое красивое растение выбросить посмотрите какие красивые ярко-красные цветочки еще разы будочка цветоносик я обломаю вот маленький цветоносик пошел она очень хорошо цветет это пеларгония вот так обломаю она у меня полежит можно несколько было сделать но мне не нужно несколько растений я просто эту веточку посажу всем но мне где-то полчасика полежит это веточка и я вам покажу как я буду сажать это растение вот так я оставила свой красивый пенечек замечательный без листьев без цветочков без ничего и очень этому рада что его время это увидела так как это будет пышненький красивый вот такой кустик сейчас вам покажу растение которое я уже обрезала таким образом я думала что ж я наделала взялась за голову а потом когда увидела отростки сразу мне похорошела пока я отодвину это растение в сторону и этот срезанный цветоносик тоже поставим вот этот вот цветочек я бы тоже хотела обрезать наверное не буду пока что так как он сам начал выращивать эти спящие почки они проснулись сами самостоятельно когда они достигнут большего размера тогда я вот здесь обрежут эту верхнюю часть и в укореню и также этот стволик посмотрите ведь спящие почки проснулись очень даже неплохо вот здесь обрезаем вот это укореняем и будет тоже пышненький кустик так как я его вот в этом месте уже обрезала вот эту сортовую пеларгония обрезала это с нее детстве видите они уже прижились за начали пускать молодые вон листочки это первый признак что начали расти корни корней еще не видно но они уже начали расти если появляются новые листочки или цветоносики корень сто процентов растет вот посмотрите за цветоносик появился а это растение это его детка мой старое растение маточные ветер я обломала верхушки и сколько пошло молодых побегом это же тут что-то самим стволом ведь он как-то не хотел расти и этот цветочек я его обрезала один раз он мало пустил деток боковых верхушечек потом срезала две верхушки такие уже красивенькие вот они укорененные и растение пушку пошло в рост ничего страшного если остается пенечек и выглядит неприглядно зато посмотрите какое пышненько а так бы были две тоненькие палочки а так посмотрите сколько сейчас посчитаем один два три четыре пять шесть семь веточек будет очень красиво выглядит прям как вот здесь вот у меня есть душистая пеларгония у нее листочки на конце помню как она назвать белый или что листочки смотрите красиво как нарисованы на концах белоснежки они маленькие зелененькие а затем белеют хотя не знаю смотрите с этой стороны вот беленькая сразу пеларгония а с этой стороны зелененькая может она пересортится какая-то но это один кустик общий кустик даже веточка одна у меня другого сорта не было эти получились без белых черточек сбоку а эти с белыми ничего себе интересно половину цветочка такой половину такой видите тоже когда прищипнула деточек поделала и получилась такая интересная композиция белая просто зеленый я люблю этот цветочек он очень приятно пахнет такой лимонный запах нежный нежный еле-еле чувствуется и он очень хорошо помогает своими эфирными маслами способствует обеззараживанию воздуха очень хорошо когда человек болеет какими-то вирусными заболеваниями тем же самым гриппом ставить возле кровати и человек вдыхает эфирные масла и легче выздоровление быстрее по происходит а вот это пеларгония у нас очень часто дожди были она начала чернеть я испугалась за нее думаю наверное черная ножка появится и быстренько с нее взяла деток видите листочки она очень мало пускает отростков маленькие видите коротенькие отросточки много зеленый мас не пускает но я взяла две деточки 3 даже и она эти деточки пошли в рост все они замечательные вот молодые листочки пошли эти желтые они отойдут это так надо это всегда так пеларгония сбрасывает свои старые листочки тост старые которые были на кусту а который вот видите раз обломались нужно выбрать а эти листочки уже не обломаются они уже крепкие и сильные и вот еще одна деточка это очень красиво одет растение это розовая очень крупная пеларгония когда зацветет вам покажу вот это тоже правильно сформированная видите сколько много деток вот эти скоро я буду срезать верхушечки так как тех предостаточно это тоже детки молодежь вся пошла так можно сделать вывод что нужно свою пеларгонию обязательно обрезать чтобы она не вытягивалась длинными веточками то вот укорененная плещелистная пеларгония тоже ее уже бы прищипнуть и она бы уже куститься начнем для начала надо пересадить то вот тоже пересаживаю потихоньку прищипнуть вовремя это хорошо но если не успели то можно всегда обрезать и сделать пушистый красивый кустик пеларгония это не боится и не страшно такие процедуры спасибо всем за внимание до свидания до новых встреч всем удачи всем пока и